К другим темам. Сегодня во всем мире вспоминают трагедию в Армении. 30 лет назад там произошло страшное землетрясение. Оно длилось считанные секунды, но оставило после себя кромешный ад на долгие недели. Десятки тысяч погибших, целые города стерты с лица земли. Ужас и растерянность. Тысячи людей приняли эту боль как свою. Со всего Советского Союза добровольцами они приезжали разбирать завалы. Те, кто выжил в те страшные дни, говорят, время не лечит. Оно просто притупляет чувства, которые пришлось испытать. Истории выживших в репортаже нашего корреспондента Олега Шишкина. Одной рукой прикрывала головку ее, чтобы она не стукалась. А второй рукой я только прикрывала ее спину, чтобы воспаление легких не схватить. В их семейном альбоме газетные статьи и сообщения со всего мира. История спасения Эммы Акапиан и ее трехмесячной дочки Марины из-под развалин Ленина Кана, сейчас это Гюмри, никого не оставила равнодушным. Семь суток без воды и еды, под грудой обломков, зажатой со всех сторон бетонными плитами, Эмма прижимала к себе ребенка и, срывая голос, звала на помощь. Первое время она кормила малышку грудью, но молоко быстро кончилось. И тогда она надрезала палец и поднесла его к губам девочки. Когда почувствовала, что все, умираем, я тихо-тихо подняла свою вот эту руку и начала резать свои пальцы. И так я кормила ребенка. Эмму и Марину нашли французские спасатели. Тогда в разрушенные землетрясением армянские города пришла помощь из многих стран. Но первыми здесь оказались военнослужащие советской армии и добровольцы из разных уголков страны. Люди оставляли работу, брали отпуск за свой счет и мчались в разрушенный Спитак, Ленинакан, Кировакан. Сергей Щетинин прибыл в зону бедствия в составе отряда горноспасателей. Вспоминает, картина была жуткая. Вместо домов груды развален. Специального оборудования в СССР тогда не было. Завалы разбирали, чем придется. Это кувалды, ломы, это веревки, каски, перчатки. Ну и, наверное, все из инструмента. Это была очень тяжелая работа в режиме нон-стопа, практически с голыми руками. Но нами двигало, наверное, самое главное – это желание спасти как можно больше людей. Землетрясение продолжалось не больше минуты. Но толчки были такой силой, что многоэтажки складывались, как карточные домики. Потом выяснится, строительство велось с нарушением технологии, а качество бетона было очень низким. Катастрофа унесла жизни 25 тысяч человек, в их числе 6 тысяч детей. Школы стали рушиться за 5 минут до большой перемены. Дети находились в классах. Спастись удалось немногим. 7 декабря 1988 года Спитак был полностью разрушен, так что город пришлось обстраивать заново. Здесь можно увидеть целые кварталы однотипных монолитных домов. Панельных многоэтажек в Спитаке не строят. Последнего выжившего человека достали из-под завалов на 12-й день после катастрофы. После этого живых уже не находили. Марина Норуян оказалась под бетонными плитами вместе с двумя дочерьми. Одной исполнилось 4 года, другой годик с небольшим. 38 часов неизвестности, в полной темноте, без надежды на спасение. Ноги не могла я вытащить. Ребенок на груди. Вторая вот так согнувшаяся. В ногах у меня она была. С улицы все голоса я слышала. А я кричала, меня никто не слышал. Эта фотография сделана на следующий день, после того, как Марину с детьми достались спасатели. Старшая дочь тоже осталась жива на снимке. Они стоят на пороге дома, еще не веря до конца своему счастью. Фотографию опубликовали все ведущие мировые информагентства. Ее автор Михаил Хачатарян говорит, что сделал снимок случайно. Проходил мимо, но остановился пораженным взглядом женщины. В нем отразились и страдания, и боль, и решимость противостоять невзгодам. В годовщину землетрясения в Спитаке открыли аллею памяти. У подножия холма, на крайней города, на огромных валунах памятные доски. Здесь слова признательности и журналистам программы «Время». Благодаря их репортажам мир узнал о трагедии. В списке имена и фамилии спасателей, врачей, военных, те, кто 30 лет назад пришел местным жителям на помощь. И это, говорят в Армении, мы не забудем никогда. Олег Шишкин, Ливон Григорян, Никита Селастьянов, Юлия Заграничного, Алексей Шишкин, Первый канал, Армения.